Вы знаете, о результатах, конечно, можно говорить громко, но я скажу не о своих сейчас результатах, а о результатах, те, которые, в принципе, получили мои дистрибьюторы в Ярославле. Вы знаете, когда люди говорят о том, что у меня прошла спина, у меня перестали скрипеть колени, и всё остальное, это всё визуально, это не видно. Да? Ну, прошло и прошло. Откуда мы не знаем, прошло у них или нет. И подключились люди, которым за 60 лет информацию о продукте они получили ни от нас, не в России, а дочь у них живёт во Франции, 65 стран, которые имеют этот продукт. И у мамы была такая очень интересная проблема, и, как она говорила, это в генетическом уровне. То есть у бабушки, у прабабушки, у мамы, и у неё пошла полностью деформация рук. То есть руки её были вот в таком состоянии. Человек, который читал лекции, читал, который пишет книги, человек, который сотрудничает с Эпархией Московской и Ярославской. И она говорила так, ну, ничто уже не поможет. И дочь во Франции села за компьютер и начала искать продукт. И с Францией в 2009 году, в 2010 году, она привозит коробочку флекса и говорит так, мама, 21 век, какая нафиг генетика? Ешь и давай получай результаты. То есть это проходило на моих глазах, я видела это руки. Что на сегодняшний день происходит? Человек одевает на свои ручки колечки, которые она уже давным-давно отложила в сторону. То есть это визуальный результат, когда остались остаточные явления от того, что было. Но человек этот не сидел и не ждал, да, когда это у меня, это всё пройдёт. Она не верила в это, естественно, она ходила в клинике. И частная клиника, человек, который, в принципе, занимается книг, приезжает даже с Америки. Что произошло? Взяв журнал о продукте, она переступила порог этой клиники. 10 тысяч укол стоил каждый укол, который делали с ней в пальчике, да? Когда она переступила порог этой клиники, врач Галина Владимировна, я с ней тоже знакома сейчас, глядя на её руки, она сказала, что вы делали. Потому что работает, и это её специфика. Открывая журнал, показывая состав данного продукта и показывая пакетик, была сказана одна фраза. Строительный материал для суставов. Где это можно взять? И сейчас делаются оптовые закупки по продукту этой клиники. Идёт такая мощная сейчас помощь людям с такими проблемами. Следующий результат я быстро скажу. В этой же семье, у её мужа, то есть человек, который имел всегда большой вес в Ярославле, у него была серьёзная проблема с веной, да? Варикоз, расширение вен, и было сделано уже две операции. Собственный врач, который ему сказал, Геннадий, готовься к третьей операции. То есть, скажу так, с сентября 2010 года до Нового года кушали все продукты, да? Есть основные продукты, это витамины, это антиоксиданты и так далее, которые работают. С Нового года, два с половиной месяца, он в помощи этим продуктам начал кушать хард. И когда в очередной раз они пришли в баню, врач, глядя на его ноги, сказал, Геннадий, операция не нужна. То есть, ушли венки до такой степени, что он говорит, я могу спокойно носить шерты с такими венами, да? Но результат того, что две операции, шрамы уже никуда не денешь, да? И продукт, который помог просто на сегодняшний день убрать причину. Потому что, идя к врачам, в принципе, врачи, по своей сути, нам убирают симптомы. Симптом легче вырезать, нежели помочь это убрать изнутри. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Рад, так? Потому что иди, иначе мы уйдем только утром. Можешь без, если вы мне разговариваете? Здравствуйте, меня зовут Айвия, я из Риги. У меня самой нет такого грандиозного результата, но у меня есть папа. Поскольку он мой папа, ну, я считаю, что это и мой результат. У моего папы из его всех болезней можно составить медицинскую энциклопедию. Он уважает врачей, их мнение, и, ну, врачи делают, что могут. Но каждый раз выписывают какие-то новые таблетки, лекарства. И из его шкафчика можно сделать аптеку. И я его летом уговорила попробовать хард. Хард и умер. Он его кушал, он говорит, ничего не помогает, ничего не происходит. Второй месяц, сдали еще одну коробочку. Он говорит, он же ничего не делает, ничего. Я говорю, правда ничего не поменялось? Он говорит, ну, знаешь, наверное, только вот тут у меня давление справилось, я вот эти таблетки оставила. Я больше о давлении не волнуюсь. Он, оказывается, потихоньку все время ходил в аптеку и проверял его, но ничего не говорил. Это как бы вот такая мама, а скажи, зачем ты сама ешь это? Что значит, нет, мы же не лечим больных людей, мы едим, чтобы не болеть. Ты зачем ешь? Чтобы быть молодой, красивой, тогда про нерезультат могу сказать. Разбой. У меня такого ничего большого нету, но у нас тут в сентябре через реку проходил, ну, такой очень неприятный грипп с большими осложнениями. И люди болели по три, по четыре недели с антибиотиками, больницами. Мои друзья многие, которые, я в жизни не болею, никогда мне что не берет, я здорово питаюсь. Легли, ну, так серьезно легли. Все наши ребята, наша команда, которую мы пользуемся Эйджелом, никто, ни один. А ты не болела? Нет. И она говорит, у меня такого результата нету, да? И не стыдно? А это о чем говорили? Иммунитет работает, ребята. Надо ценить свой результат. У каждого есть результат. Пожалуйста. Добрый день. Богданова Любовь, город Краснодар. У меня седьмой десяток. И вы знаете, в общем-то я себя так в 40 лет не чувствую, как в этом возрасте. И я когда, ну, 63 года, седьмой десяток, это то, что разменяла я седьмой десяток. Вот когда эта девушка рассказывала результат, я так и ждала, что она скажет. Папа завел любовницу. Папа завел любовницу. Повышается потенцием на этом продукте. Замечательно себя возрастные люди чувствуют в этом направлении. Что я еще заметила на возрастных людях по харту? Пластика на лице. Мышление меняется совершенно. Люди начинают стихи писать. Результат моей мамы. 84 года. С 42 лет скорая помощь не отходила от дома. Бесконечные боли, бесконечное прыгание, давление. И вот ей сейчас 84, 3 года ест хар. Вы не можете себе представить, насколько облегчилась моя жизнь. Скорая никогда не приезжает. И последнее обследование сказала, у нее сердце, как у молодой девочки. Это же так здорово. Ребята, продукт шикарнейший, лучшего в мире нет. Мы просто самые счастливые. Спасибо. Спасибо. Я не знаю, не знаю, но в город. С 95-го года поставили диагноз мастопатия. И на протяжении всего времени я по рекомендации врачей потребляла мастергион и Айвис. Ну, так все и ходила к онкологу на консультации. Начала продукт я с января 2009 года. И в 2010 году, очередная мемография, и мне врач говорит, больше не болейте. Диагноз у меня сняли. Хотя врачи сказали, что это не проходит. Моя мама 86 лет, живет на 4 этаже, перестала вдруг выходить на прогулку, потому что, пожалуй, что ей тяжело. Ноги у нее болят, скрипят. Я ей купила флекс. Буквально с одной коробки. Она начала уже... Я даже за ней не успевала. То есть по лестнице она шла... Я просто шла нормально, и она со мной вместе шла. Вот таким образом флекс одна коробочка. Свекровь тоже гипертония, скорой помощи, постоянная. Каждый день говорит, умираю, давайте за вещами рассматривать и так далее. Сначала подарили хард, потом купили хард и так далее. Ты короткий подряд. И у нее такая энергия, что она готова ехать на дачу корчевать деревья. Она мне говорит, давайте корчевать деревья. То есть энергия, да, такая скала. Давление 120 на 80 секунд. И тоже мы очень... Нас жизнь облегчилась. То есть наше успокойство пропало. Ну, в принципе, так. Отлично. Отлично. Валентина Рыжакова, Нижний Новгород. Я этот продукт употребляю сама с декабря 2008 года. А моя семья начала употреблять чуть-чуть попозднее. Но едим... То есть вся семья кушает продукт. Маме 82 года. Мы тоже забыли про давление. То есть как бы баланс так поддерживаем. Но самая яркая, она гипертоник с 27 лет, то есть с молодости. И она сейчас... Мы живем на пятом этаже Сталинки. Это примерно седьмой этаж по высоте. Она поднимается без одышки. Можете представить? Человек такого возраста без одышки спокойно поднимается. То есть мы... Она ест флекс, хард, мин, экзо, юми. То есть все продукты ест. Ей все нравится, прекрасно себя чувствует. Очень позитивная женщина. Но очень интересно. У меня внуку 5 лет. Он начал мыть в 2 года. Его накормили. У нас был дисбактериоз роддома. Убрали диагноз, пошли в садик. Сейчас мы играем в хоккей. И говорим, Россия чемпион. Любимый продукт юми, экзо. Грин попробовал, сказал, фу, какая мята. Муж ест, то есть дочь. В общем, мы вся семья. А у меня результаты какие? Я не буду говорить там, как бы, результатов много. Я прекрасно себя чувствую. Ем все продукты. И очень рада, что жизнь мне подарила информацию об этих продуктах. Я всем за это благодарна. Спасибо. Меня зовут Ирина Солопина. Я из Москвы. У меня проблем со здоровьем было, как у всех, наверное, ну, в общем, было очень много. Гипертония. Очень сильно болела голова. Проблема была со простудными заболеваниями. Для меня всегда была причина. Сквозняк в автобусе ехала, сквозняк, где бы я ни шла. Если ветерок потух, то это сквозняк. То есть всегда была какая-то причина. Я обязательно ее находила. Но на сегодня, уже 4, даже уже больше 4 лет, я забыла, что такое простудное заболевание вообще. Даже не знаю, что это такое на сегодняшний день. Этого я решилась. У меня была также гипертония. Давление шкалило то вниз, то вверх. И от этого тоже очень болела голова. То есть у меня был целый букет заболеваний. Но сегодня я чувствую себя замечательно. Мне 59 лет. И кушаю продукты. Я купила сначала 4 коробочки. Скушала их все сама. Затем купила 16. И сыну купила бизнес-место. Еще 16. Ни с кем не поделилась. Весь продукт скушала сама. Поэтому имеем, наверное, такое прекрасное самочувствие. То есть продукт играет огромную роль. Но с БАДами я еще познакомилась с таблетками. Но, конечно, с Эйджел не сравнить ни с одной теперь пилюлей. От таблеток я уже от всех отказалась. Даже от БАДов. Но у меня еще очень много результатов по группе. Потому что, получив результат, мы начинаем работать в этой компании. Только через результат приходит что-то другое. И когда я стала работать и приглашать людей, у меня очень много результатов по продукту. И их очень действительно много. Один мальчик служил в армии в Абвенстане. Ушел здоровым. Пришел оттуда, можно сказать, слиппыватым. И проблема жаловался постоянно маме, что не вижу, не вижу, не вижу. Ну, мама также купила бизнес-место сыну. И он пришел из армии и купила ему Экза. Продукты Экза. И вы знаете, буквально через три дня он приходит ко мне и говорит, Ирина Александровна, я не знаю, как признаться маме. Я коробку Экза за три дня с лопом. Даже слово другое сказал. Зажгал. И я теперь не знаю, как сказать об этом маме. Что делать? Мама сказала, вот тебе, сынок, месяц кушай, а я за три дня весь продукт скушаю. Но вы знаете, у него восстановилось зрение. Это потрясающе. Результаты очень много, а их можно говорить бесконечно. И вам какие-то услуги. Спасибо. Спасибо. Сейчас оказываю. Спасибо. Меня зовут Леонид. Можно сказать, я начинающий дистрибьютор. С компанией познакомился с января. Первый мой результат, скорее всего, говорили сегодня об энергетике. И не зря, скорее всего, давно было свыше. У меня лично, на моем лично ребенке. У кого есть дети, сейчас, наверное, меня очень хорошо поймут. Потому что мы как бы можем болеть, а наши дети нет. Это предоставляет больше пози. Моя жила так получилась, что она родила раньше на срок. На один месяц. То есть 7-месячный ребенок. При 8-м. И так получилось, что у нас белорубин был больше 300. То есть ребенок был абсолютно желтый. Начали делать над ним всякие эксперименты. Жена не выдержала. На четвертый день я забрал с роддома этого ребенка. То есть БАДами. Я знаком уже давно, то есть 6 лет. И так получилось, что новый. Я говорю, давай попробуем новый продукт. Я применял УМИ, ЭКЗО и МИН. Три препарата, которые я применял при КАЛИКЕМ. У меня есть один ведущий врач, который работает сейчас со мной. Приходит, он занимается детьми с 20-летним стажем. На 10-е дни, когда она пришла, она говорит. То есть она видела ребенок до, ребенка после. Она говорит, наверное, у вас плохое освещение было. Наверное, то есть желтизна она есть, но давай все-таки посмотрим. Она подосла к окну, она увидела, что на самом деле желтизна прошла. Это первый результат. Второй результат на моем дедушке. Вернее, жены дедушке. У него онкология, у него нет одной почки и нет полулегкого. Так получилось, что он в онкологии уже живет давно, но сейчас у него обострилось очень сильно. То есть буквально 2 месяца назад. Результат, то есть человек, ему прописали очень дорогие препараты, химические, стоят 300 тысяч. Ну, с помощью манипуляций мы получили это бесплатно, он пил. Результат пропивания на 20-й день человек, вот я искал цвет, цвет его лица был вот таким. Что это говорит? Это говорит о неспособности печени. То есть у него двухтороннее обосваление легких сразу после этого, то есть метастазы появились. Я говорю, ну, то есть я сам Владимиром выбираю эту папу, я говорю, ну, надо как-то спасать человека. То есть если не мы, то просто человек потуряем. Давайте будем. Одну коробку куми. И 15 пакетов ГЛО, 10 дней. По 3 пакета УМЛ. Человек, мы через 10 дней приезжаем, человек абсолютно родственник и счастлив в жизни. И радуется. Таким у нас два результата. Спасибо большое. Я так поняла, на близкие. Близкие, да? Да, да, да. Я рассказываю. Есть Испей, но они не значительные. А про свои надо было рассказать. Я молодой, он ничего не болит. Меня зовут Карюкин Алексей, мне 30 лет, БАДы уже употребляю еще, до Ориджи, в какое-то время. Мой результат какой? Я пришел сюда поддерживать свое здоровье, чтобы не болеть, не стареть и не умирать. До столетия, говорят. Кто-то, вот, буду экспериментировать. Я вам говорю, я свое здоровье, чтобы хорошо себя чувствовать. Насыщенный день там был, да, как-то, и ночь. И все это было хорошо. Поподробнее про ночь. По результатам таких, какой результат, скажем, у меня была встреча, значит, провизор, да, работник аптеки, почему умные люди, они приходят, мы провели встречу, он сказал, да, да, тут. И мы просто случайно угостили, ну, не случайно, а угостили специально экзоложечку. И все, и она ушла. Ну, следующий день надо звонить. Привет. Поняла. Она такая, Алексей, ты что мне дал? Я говорю, ну, все, сейчас начнется. Я говорю, тебе навстречу еле пришла, то есть там, она, а она еще, ну, не в регионе, как-то там, 20 километров живет. Я говорю, тебе пришла, потом автобус, я, говорит, домой приехала, в сумке туда, взяла грабля. В период, да, когда я все на таком саду убирает. Псак, все убрала, двух часов, все дела дома переделала. Вообще, говорит, так все отлично чувствовала, это ложечка эта. То есть, и все, ее, она просто повернулась на нем как-то. И у нее начались такие вещи, она начала в деревню там ходить всем. Значит, этот продукт, она приезжала, купала пакетики, там у нее бабушка какая-то лежала, вместовала. Я не знаю, ну, не очень на этих медицинских словах. Она ей продала 10 пакетиков, бабушка тоже, значит, там, ее в город приезжала давно. И глава, не, не, это не вообще, это не Адхар там. Это я сама вот, ну, типа, отдохнула хорошо и добралась силой. Это унесено, да? Да, да, просто я отдохнула хорошо за это все время и начала дальше работать. То есть, продукт классный, он даже чуть-чуть его можно, и он работает там, наводит порядок. Да, и хорошее, позитивное, позитивное. Все, спасибо. Мы видим. Я из Геленджика, меня зовут Светлана, мне 64 с половиной года. Я не крашена блондинкой, я натуральная. Просто от продукта я уже целый год не крашусь. Я употребляю наши продукты, там есть селенка, там просто нравится это волосы. Это волосы моего детства, когда, вообще-то я потом стала, ну, это, после блондинки я была среднерусая, теперь седая, а потом стала вот такой блондинкой. Я еще хочу о результате сказать по щитовидной железе. Узел 2,1 я убрала за 3 недели без ни одного применения, ни одного лекарства, только нашим продуктом. Но я ела 5-6 пакетов в день. И за 3 недели узел ушел без операции. Было назначено. Читовидка, 2,1 я убрала за 3 недели, все назвать, да? Харт, Ом, Экзо, Мин, Уми, Обязательно, там же тоже идёт. И Фит, я сказала? Ом, Фит, Харт, Экзо, Мин и Юми. Уми, да, вот, 6 продуктов, да. Но я ела вот именно каждый день 6 продуктов за 3 недели без операции. Потом сделала УЗИ снова, и когда врач говорит, когда он записывает, во-первых, карточку и пишет, 40, я говорю, 6, 90, он говорит, да. Он хотел, может, сказать мне, 40 с чем-то там, вот. Ну, может, в тот момент я его видела лучше, не знаю. Ну, во всяком случае, он сказал сначала, что БАДом он никак, а после УЗИ через 3 недели я у одного была человека. Он сказал, да нет, это же хороший продукт. А сначала сказал, да, всё это фигня. У меня была транзиторная шимическая атака мозга 2 года назад, когда в январе, 2 января, какой-то был солнце, там что-то было, и ни одна я попадали в реанимацию. Но я не попала в реанимацию. Просто я ощущала, что меня куда-то всё время тянет влево, и вот как-то вот таким вот боль была в голове. Когда я позвонила своим партнёрам, врачу-психиатру, она сказала, что вот это вот, это вот и ешь, а обязательно хард, он, это то, что чистит сосуды головного мозга. И добавила ещё традиционный экзамен ЙОИ, и лекарства 2 было, церебрализир проколола и ещё что-то, не помню. Когда агентство пришло к врачам, они сказали, ваш продукт потрясающий, потому что именно он мне помог после УЗИ. Ну, 2 было, да, а и агентство пришло, но когда праздники, когда нигде не принимают, ни врачи не работают, вот, скорую помощь походила пару раз, у них ничего нет, я свой принесла водуком и ела свой продукт. Внучке у меня 3 годика, после рождения у неё был атопический дерматит. Сейчас ей 3 года, но мы пришли к врачам, сказали, надо сделать, чесалась все сгибы, колени, цвета, на шее, за ушами, вся была красная, ночами не спала, плакала, что у неё чешется. Позвонила нашим врачам, у нас есть и врачи-гастроэнтерологи, которые сказали, что ешьте УМИ и МИН. Экзо не начинайте, потому что вдруг в экзо, там, ну, очень большой спектр трав может тоже подействовать, поэтому мы экзо не пили, а УМИ и МИН. Начинали понемножку, потом по половинке, а потом и 2 пакета в день, получается, по пакету. У девочки ничего не чешется, в садик ходит, ест продукты, ну, вот. И ещё у меня партнёрша, у неё раковое заболевание двух молочных желёз. Она, когда позвонила мне и сказала, что у неё онкология, я говорю, ты знаешь, я узнала о хорошем продукте, ну, не знаю, сама ещё только-только узнала. В феврале она пришла в июне. Она говорит, мне терять нечего. И купила коробки, и прямо у меня взяла пакетик экзо и поехала домой. Она съела экзо и ОМ, потому что после химиотерапии, она 3 месяца химию делала, у неё получилось 13 килограмм лишнего веса. Она стала лысая, у неё показала грудь, сосок втянут, и вот так щупальцами прям по груди, такие вот, ну, как бы она немножко втянутая, эта кожа была. И когда она приехала домой, и тут же звонит, у меня полчаса всего прошло на свет, у меня поднялась температура. Продукт начал работать моментально, просто сразу стал работать. И когда проходит какое-то время, она ест, ест продукт, и говорит, слушай, сосок вылез, слушай, вот это пошло. Уже 3 года, но те, которые не послушали её, мы их похоронили в январе. А те, ну, она с ними лежала, она тоже хотела сделать доброе дело, показать человеку, что можно быть здоровым, даже при онкологии. Ну, кто услышал, тот, значит, живёт. Она занимается фермерством, она мерит по образованию, но таксует, то есть живёт полноценной жизнью. Но уже продукт изредка-изредка ест, потому как у неё дочь учится, приходится платить много, у неё муж умер. Поэтому она его практически не ест, но она уже пришла в норму. Результатов очень много. Я только про себя скажу, потом хочу сказать ещё про внуков, потому что замечательно. У меня, я пришла в апреле 2008 года, и я уже думала, что мне нужно будет одевать очки, хотя для меня это большой дискомфорт. Против даже 2 недели экзо, я почувствовала, что зрение улучшилось. И теперь периодически, ну, так как я кушаю весь продукт, периодически какой-то несколько месяцев, если я не кушаю экзо, начинает садиться зрение, я покушала, и всё приходит в норму. Хороший результат у меня у внука. Ему сейчас 4 года. Но 4 года назад, когда он родился, через несколько часов у него на ручке стало появляться розовое пятно. Потом темнее, и стала расти большая шишка. Трёхгневного его выписали из роддома, с ногу оставили, так как было кесарево сечение, его в первую больницу детскую отправили, так как не знали, что это за опухоль. Они сказали, что нужно сделать биопсию под наркозом. Значит, 7 месяцев ребёнок жил в семье, шишка росла, а в апреле месяце я подключилась. Это было ему где-то 6 месяцев. Когда я снахе предложила, вот есть такой умный у нас продукт, она, конечно, побоялась. Значит, сделаем операцию. И в мае месяце его прооперировали, она вывозит его из операционной, он под наркозом, весь мокрый, простыл, спит. Ручка перевязана маленькая, в памперсе. Ребёнок долго болел. И проходит время, и шишка начинает снова расти. И не просто одна шишка, а там, вот как у жабы такие неприятные. Вот с кем я живу, я показала у меня в ноутбуке, как раз была такая фотография. Снова предлагаю снахе, она боится. Так как я с внуками, я бабушка уже с большим стажем, у меня ещё внучка старшая есть. Я вожу их или езжу по всем врачам. И каждому врачу я показываю, вы знаете этот продукт, вы знаете этот продукт, узнайте, пожалуйста. И это многим врачам невыгодно. Потом я узнала. И, значит, когда были у Лоры, я достой пакетик, у меня говорю, скажите, вы слышали что-то об этом продукте? Она говорит, да, это замечательный продукт. Моя заведующая занимается, работает в этой компании. Я говорю, скажите, пожалуйста, снахе по телефону. Всё, с этого момента мне разрешили давать. Что вы думаете? Через где-то полтора-два месяца всё прошло. У ребёнка сейчас просто вот такой большой шрам на полуруке. И всё. Внучка была тоже постоянно больной. Ребёнок снижен иммунитет, она болела круглый год. И когда, так как я её возила на английский три раза в неделю, у нас будет с тобой маленький секрет от мамы, маме не говори. И я ей каждый день давала, сколько раз встречались, умный экзамин. Ребёнок перестал болеть. Снахозамит свой говорит, тебя, наверное, бабушка кормит гелями своими. Ну и всё, вот такой результат. У меня в структуре женщина, которая работает операционной медсестрой. Она подписана, ну, периодически, то берёт, то не берёт, продукт для себя. И через какое-то время она мне звонит и спрашивает, Лена, что у нас в компании есть? У меня две межпозвонковые грыжи в шейном отделе. Я говорю, ну, я же не врач, ты сама медик, как ты считаешь? Она говорит, ну, я думаю, флекс и хард. Я говорю, я так же считаю. Давай позвоним нашему доктору. Позвонили, он говорит, утром флекс, в обед хард, вечером флекс. Через три недели она звонит, смеётся и говорит, врачи в шоке, но они не верят, что это помогли БАДы. Она сказала, если нужны будут результаты, у меня есть снимки до того, когда я стала принимать и после того. Вот такие замечательные результаты. Да, и ещё, флекс и хард. Сколько раз? Утром флекс. В обед хард. Чисто индивидуально вам расскажут, что надо делать. И ещё замечательный результат. Женщина у меня такая осторожная, с Газпрома пришла пенсионерка, но теперь она у меня рьяна всех своих. Значит, у неё дочке 21 год. С 10 лет у девочки постоянно болел желудок. Здесь она, значит, зашла сначала на 4 коробочки попробовать. И тётушке, которой 82 года, но она была биохимик, значит, у неё опоясывающий лишай. Я говорю, я не знаю. Вот и бывают результаты, люди говорят, давай попробуем, нам тоже нечего терять. Что вы думаете? Опоясывающий лишай прошёл. И она стала, у неё был перелом позвоночника много лет назад у этой бабушки. Она ходила со стульчиком по всей квартире. Так она говорит, даже от уми у неё уже стало лучше. После этого она ещё и дополнительно флекс. Так эта бабушка теперь, она рекламирует наш продукт. Девушка. Спасибо. Следующий. Дальше. Меня зовут Снежана Табузлиева. Я приехала сюда из Москвы. И у меня несколько результатов. Причём у меня продукты подействовали сразу, моментально, с первого пакетика. То есть какой-то был период, когда мне нужно было на работе стоять на высоких каблуках в течение 12-13 часов. То есть у меня началась болезнь суставов, причём настолько сильной боли, что я не могла сесть, лечь, встать, ходить. С первого пакетика боль у меня прошла сразу, и через 6 месяцев полностью колени все восстановились. И у моего отца очень хороший результат. У него стаж курения более 40 лет. И по словам врачей, у него началась болезнь, когда табака сидят в ногах. Это запорка сосудов, по-моему. Да. И он стал очень плохо ходить, он тоже не мог вставать, он лежал постоянно. У него начались проблемы на работе. И вот я ему отправляла экзо, отправляла уме. Он мне в день пил 2 пакетика. И на второй день он уже пошёл оплачивать счета, побежал. Побежал там за продуктами, на дачу. То есть подействовало всё сразу. И последний мой результат, это у меня была такая проблема, думаю, у многих женщин нужно в каких-то местах где-то что-то убрать. В течение, по совету врача, который работает над нашим продуктом, я пила грин. В течение двух недель 4 пакетика каждый день и в следующие 2 недели по одному пакетику в день. Через полторы недели минус 3 килограмма и в течение месяца минус 1 еще полтора. То есть у меня попробовала подруга, она видит, смотрит на меня. Где? Можно я тебя потрогаю? Ты в корсете? Нет, а можно потрогаю? Настолько хороший результат. И причём это без ограничений в еде. Захотели на ночь поесть, привычка такая у кого-то. Поели сладкое, ещё что-то, булочки. Моя подруга питается плюшками постоянно. И при этом у неё минус вся вот эта колбаска живота. Здравствуйте, меня зовут Алина, я центромы, по профессии я стилист, работаю не в дешёвом салоне. Почему я это говорю? Потому что у меня вырезали волосы вот такой вот вот кнутый камень. Я не знала, что мне делать. У нас достаточно такая серьёзная продукция, которую я пользую, пользуюсь на ходу сейчас. Но она мне не помогала, я делала и пилинги в коже, и головы, бесполезно. Потом, когда я подписалась совершенно недавно, месяца-два, и когда я услышала от американского врача, что можно пить грин-игло, и причём в ином количестве, и я в течение месяца пила грин-игло. Я не считала, сколько это. Просто грин мне нравится, во-первых, потому что он и освежает, полный цвета, из-за этого не пахнет вообще, и темною с лентами общаюсь. Игло я пила, мне тоже очень вкусно нравится. И у меня волосы прекратили выпадать. Я просто даже специально брала, вот расчёсывала с ним столом, и смотрела, сколько же у меня падает. Я вам скажу, вот, 3-4 волосинки мне выпадают. Ну, конечно, когда они становятся чуть-чуть погрязнее, то за счёт жирового слоя на головках, понятно, что они больше выходят. Вот, потому что ещё, я кушаю есть продукты. Я его кушаю, ну, непонятно как. Сейчас хватило, то её и съела. Я кладу много-много в сумку продукта, и его кушаю. Или кушать захотела некогда, потому что постоянно работаю с клиентами, и порой даже, извините, в туалет некогда сходить, и кушаю продукт, фит. То есть я начала стройнеть. Мои знают, какая я была, у меня был вот такой живот. Из штанов меня вот так вылетала. Актив. Вообще ужас был какой-то. Я стеснялась своей внешности. Не знала, что мне делать, и пробовала диеты. Ну, как-то я люблю кушать, когда я голодная, я злая. Нет, не меня. И поэтому, слава Богу, я сейчас ранее. Я долгая, я не голодная. И факт налицо. Меня зовут Марина, я из Риги, так же, как Дайга. И я хочу рассказать о результатах, которые, вот так как Дайга, в принципе, люди часто не замечают. Я так же не заметила, и только через год, когда... Начнем с того, что я человек спорта. Я педагог и тренер. И моя постоянная работа связана с тем, что очень большие нагрузки на голосовые связки. Это, во-первых, я... Это вызывает... Это привело к тому, что у меня были постоянные хронические ларингиты, парингиты. Я практически из них не вылазила. А осенью, вот этой осенью нас направили на большой медосмотр. И направили почему-то к Лору. Я пришла к Лору. Лор начал меня спрашивать, задавать вопросы. Как у вас со здоровьем? А когда вы в последний раз болели? Я ему, конечно, сказала, что у меня были ларингиты, парингиты. Он спрашивает, когда вы в последний раз болели? Я начала думать. И поняла, что я не болела целый год. И только тогда, когда я вышла из кабинета Лора, я поняла, почему я не болела целый год. Ни ларингитами, ни фарингитами. И это, конечно, благодаря продукции Эйджил. Более того, я принимала разные продукты. Когда-то принимала один месяц УМИ, один месяц МИН, один месяц ЭКСО, один месяц ОМ. Самые разные продукты. Но это одна история. Вторая история, так как я тренер, так как моя работа еще связана с постоянными перегрузками, у меня, конечно, была проблема с коленным суставом. Мне даже поставили диагноз деформирующий остеоартроз. И где-то лет 10 я не могла... Были постоянные, то меньше, то больше боли в коленном суставе. И, в принципе, ну, дискомфорт постоянный. После того, как я два месяца принимала флекс, только по полпакетику, у меня все прошло. Я могу бегать, прыгать. Кто спортсмен и у кого, кто с этой проблемой встречался, они знают, что вот бегать, когда какая-то проблема в колене, бегать, прыгать, это постоянное такое сотрясение вот этого сустава. И это очень неприятная боль. Именно вот в этот момент. И когда осенью я поняла, что я могу бегать, это был просто восторг от того, что ты опять можешь делать все то, что ты мог раньше, и нет никакого дискомфорта, нет никакой боли, нет абсолютно ничего. Вот так мне помог флекс. И еще третья история, не моя. В принципе, моя. Хочу рассказать об ОМе. ОМ — это энергия и концентрация. Мы с моей коллегой летом организовали детские лагеря. Вот она обижалась с детьми и ударила свою ногу об ногу мальчику. И у нее, в принципе, получился болевой шок. Она сидит. Отчего был болевой шок? Как потом выяснилось, она сломала на ноге среднему пальцу третью фалангу. Болевой шок. Человек сидит, вроде бы, ну, только пальчик, ничего такого, ну, ну, очень такого большого. Но ей становится все плохо и плохо. Вот это шоковое состояние, она уже, я смотрю, она уже близко к обмороку. И мне пришло в голову дать ей пакетик ОМа. Она съела вот этот вот маленький пакетик ОМа, и буквально через несколько минут моя коллега, которая была близко к обморочному состоянию, она вздохнула, встряхнулась и говорит, ну, наконец, я понимаю, где, какая сторона неба. Вот такая история. Здравствуйте, меня зовут Ниля. Я тоже из Латки, из Лиги. У меня диагноз псориартрит. Диагноз давно, болею я давно, суставы много заболевших уже есть. Что такое? Ну, это примерно то же, что артрит, да, только это... Немножко, да, такое заболевание. Конечно, оно не лечится. По врачам я ходила. Это у нас не лечится тоже. И только поддерживается. Поддерживается... Ну, как поддерживается? Через какое-то время заболевает новое что-то. Заболевает новый сустав, начинается боль, искрепление, потом опять что-то начинает болеть, проходит время. Вот. Я на данный... Вот на сегодняшний день, я уже два месяца не принимаю никаких лекарств, и отказалась от пиранизолома, на котором я сидела много лет. Да, еще как бы не особо выправляются, хотя... Субтитры сделал DimaTorzok